Ваша реплика такая. В оригинале была знаменитая супермэновская реплика Look up in the sky, it's a world, it's a plane. Он так вот приветствовал в появлении супермена, да? Он, look, it's up in the sky, it's a world, it's a plane. Но только в деле, понимаешь, что это красота. Нас попросили в этом месте, в антреции, в оригинале, было помечено ловко. Извините, вот там пришел, там даже не есть, где было четко сказано, там, в этом месте зритель должен смеяться. В фильмах Роскоперменов, да, смотрите, не это самолет, это птицы, не это самолет, там никто не съелся. А вот в паровии появлялся вот этот вот фару-кассаж, как там пошла идет. Естественно, нам пришлось, понимаете, опираясь на авиаторе, делать это смешнее. Ну, вот это прям влюбили в левуюсь. Возможно, нам было смешнее. Но мы не понимаем, что я, врубили. И, например, это не совсем не просто. Перевод, это перевод, скорее, это я, знаете, не двое. Оно такое смешительное. И это было единственным. Потому что мы умеем это слово «баклан» и «баклан» с ним на «пуга». Потому что, в общем, здесь совершенно четкие работы с анонтацией. Естественно, все вы как-то вместе понимаете, что мы работаем с анонтационным ядом. Что мы работаем с анонтацией, да. Это все входит в нашу программу. В лучшем студенте работает и с анонимическими, и с анонимическими этапами. Но с опорой. Это, по сути дела, то, что мы иногда делаем, мы называем лимфо-стилистикой «баклой». Потому что, можно сказать так, обогревательное произведение является более стилистическим. Лимфо-стилистическим в них присутствует сразу много стилий. То, никто на основе, то разговоры, то еще что-то такое-то. Чем-то тех, кто принимает студенты Гугл-трансферта в одну личную программу, и ждет отдельная сковородка. Потому что вот этот знаменитый, этот перевод, к сожалению, да, искусство, шауауа, ютубы, да, и как с ними делать, что все такое. Гугл-трансферта нормально. Но это смешно ему, вот это, вот такие переводки довольно много, но уже жуткий его, такой я увидел. Вот это было в фильме, в сериале «Борджа». Если ее указывать, «Once we move», переводчик взял фасунду Гугл-трансферта, делает ребенок как «Однажды отстраненный». В фасунду не было «Однажды отстраненный». А если Гугл-трансферта не будет, это с ним просто. И, в общем, вот этот дуполь не полез, ну, не было его знаний на английском языке, видимо, не знаю, или язык знал на английском классе средней школы. Это коренький младший, сын моего родного муратора. И этот молодой человек говорит о своем моего родного брата. Сюжет фильма, понимаете, уже в этом месте притягивает кучу изменений. То есть «Однажды отстранены, а отстранены его и все, сняли за годы кузека». Не раздал я больше, ну да. Потому что, на самом деле, это уже не только так. Там с раздачи этого народа, чему он не может указнить, непонятно, чему он не может указнить. На самом деле, это не у своего дяди, а это Боджо, это его родные. Смотрите, это сюжет, это свойство, о котором мы будем говорить дальше. Так что это называется «сюжетность». То есть влияние решения приводчика, когда мы сейчас живем и сюжетом. И зритель раздается совершенно в оборудовшем состоянии, а не думает, что это как-то так. Чему она любит его? Потому что в прошлом ничего про это не было, и ничто не приезжало. А там, оказывается, он не приведет к СМС. То есть Теска. Он не придет, а им написали, что он ее очень ясно любит. Все там, вы помните, как это когда смотрят, такие пантастические вещи. Приходят на ранском, где СМС. И нашли ясную привычку. Кто забрал в другом? Зачем забрал в другом? Непонятно. А почему приведет к Академии, естественно, вообще, где бы он сейчас в масштабном увеличении, а у него не было? Ну, дело, я уже сказал, резко увеличение облога контента. Мы, практически, мы не смотрели, мы смотрели, мы уже просто не как-то не делали. Короче, и сами. Второе. Объявление окружающих видов – представление информации. Сначала появилось три дня на ваших сценах, на наших глазах. В следующем году появилось лид-а-видео. Нигде мы только здесь хотя бы раз смотрели фильм, не знаю, что вообще как-то. Ну, конечно, все. Это совершенно другая подача, другое окружение. Вы ставьте себе фразочку «Девушка, сказала ваша девушка, друзья, это 38-го размера». А это только ADD. Пусть он 4-4-3-го. И вы очень выкатывает 38-го размера. Вы сидите на рачках 3D, в рачках 3D, и вас просто убиваются совершенно. И слушание этого слова, вы пытаетесь осмыслить, мальчик, который в зоне, примерно на хвостке, который в точке или градуса, где он там романул, уже в машине, где он в морковое. Посмотрим, мальчик в руководке, это, конечно, 39-8, это не страшно или как. Или круглый мужчина пошел, понимаете, в круглый двенадцатого размера, и нет, что круглый пошел. Тоже. Представляете себе, вы сидите в очках 3D, в VR, и у вас идет такой, у вас просто наступает реальность в вашем. Вы не стали дальше смотреть, просто снимайте ваш фильм, это вредно. Знаете, у меня это фраза, это же вредно. Я не могу это говорить. Датчик интенсивной революции, это целое понятие, которое сегодняшние дети живут, вообще дети, я имею в виду всех, мы многое не искупили. Это, конечно, среди поколения видео, 85% информации, это предпочитает молодежь, она предпочитает мазь своей элегрии, ну, за 60 тысяч рублей, я не считаю. У вас все будет везде. А 85% информации, это в вашем более простонаселении, что через видео, через видео, в инфорте. Мы все, у вас у каждого в жизни, здесь вашего Facebook в мире, взять 2 часа, когда вы на улице будете, начинаете на москве производство. Это на за счет время праздника. А из двух временах, ну, минуту, чуть зашел в соцсетях. И так далее. И, конечно, сформа и доступности. Сформа и доступность сегодня тоже часть авторитетного перегона. Это обеспечение доступности контента, доступности фильмов, аудитория, распорожение зрения и слуха. Например, новая экстримция сегодня является для слава видящих и безрячих одной из важнейших форм развития авторитетного перегона. И в том, что мы обеспечиваем до скопы, в том, что мы проводим с компаниями, занимаемся маршрутским жертвом. Но в результате, потому что в России эти маршрутские занимаются вообще необычными. А? В серьёзном. Когда я приходил до компании «Лиман» по фильму, я как говорил, когда человек пошел в эту бумагу. Практикующие перечислили. Естественно, естественно. Поэтому та же самая ровная инфекция, она... Почему она не важна? Она должна простить ее. Первый из вас, поставьте зрение, не считая сейчас, что это мобильный телефон. Неожиданно, наверное, товарищи, которые смотрят фильмы с титрами мобильного телефона, посадят зрение лет-лет через пять подобной практике. Им надо на самом деле исследоваться. Ну, простите, это не цинизм, это акулист, потому что сейчас операторы подбираются на вагон на веку, и в сочи. Скиньчки, я так понимаю, потому что ныжи молодого коллега портят себе зрение просто с какой-то монастичностью. Но вы не знаете, что сейчас операторируют голосами. Ждут, когда все остаются. Извините за себя. Какие понятия лежат в основе выделения АМП в качестве отдельного перегода? Первое. Язык АВП. Принавичал АМП определяет его как псевдопустный язык. Есть письменный, а есть псевдопустный. То есть есть обладающие некоторыми свойствами устной речи и некоторыми свойствами письменной. У меня был один слайд, где я покажу в чем особенность. Тематика псевдопустности. С научной точки зрения у нас пару человек компания разнообразовала. Но она по каждой языковой паре идет своих исследователей. Есть испанские исследования на этот счет. Например, каталанский совет по телевещанию, где коммуникация разработала собственные справочники. Ампийс пытается формализовать это понятие, что можно что нельзя делать в точке зрения всевдопустности приведена к некоторым языкам и парам. Так называемые переводы, каждый раз они пытаются описать. Можно материться нельзя, материться что говорить, как говорить. Эта идея тоже часть всевдопустности. Грань смешного. Это тоже часть всевдопустности. Там запустим из-за перескочения. Вы помните, чтобы сделать что-то смешное, достаточно перескочить через два стиля. От высокого, в уличном и наоборот. Утромить в уличной, в лошадной речке. Тут неожиданно слово «Акхентит», но всем будет хорошо слышно. Понимаете? Ну, матерно говоря. Акхентит, или инвалид, тут все забываются смехом. Это неожиданно. Это же инвестичный прием. Его тоже надо учить. И это арсенала русской всевдопустности. Но этим никто не занимался. В Север Курленке, как это Филипко Чауне. Как вы видите? Он написан в таблице испанское хайло. Нет, это не зря. Да, и динамические, и в таблице с переговора. Это фьюжн. Это эволентность эмоционального поведенчика. А ее можно описать в основном с пушинкой, должна быть сушенкой. Ну, я сказал, да, американскому автору денег на нем, с условием, что там будет сто двадцать человек, и каждый из которых будет иметь собственную рю-лю-лю вот этот закат. Вы начинаете смотреть русские книги, вот на 15-ом рю-лю-лю закат, а вы понимаете, что они одного раза должны быть мыслить. И у вас тут нет вопроса. Вот тут два варианта. Теперь пора пить у него, если вы едете. Где-то гребойщик не справился с задачей. Он гребен в момент, когда гребойщик делает камень на лицо, говорит, ну что ж, правильно гребенок? Да, все гребенок правильно, но не смешно. Вы гребенок в хор, а нам не страшно. Там, где-то на полместите, американский зритель ползет по стулу, потому что ему жутко. Ничего. 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 А здесь, оказывается, вот какая-то алюзия к другим компонентам, которые… Ну, надо было передать. Привычки не стало. У него он просто фагмар взял и перевел это как имя собственного. Не надо было это переводить как имя собственного. Надо было это описать, почему это страшно. Да, естественно. Вот какой-то набор. Типа, вот тот самый там место, где он посылал письма, с которым назывались люди сам. Не надо его переводить как террористы нашим вашим письмом. Надо, потому что в нашем мире живет. Это ничего не страшно, и это не страшно. Далее. В реалитете, славя на порядках, имеет первую. Да. А у него свой перевод отлучается от сихрона, в первую очередь, тем, что он получает произведение. И мы его анализируем перед переводом. Синхронизм не имеет никакого неопуста. Значит, мы ее видим в очень ограниченных масштабах. Мы анализируем фильм, мы должны его анализировать с сюжетной точки зрения, с точки зрения главных героев, главных героев, главных актеров, сомантических особей, если он не получил, чтобы главных героев сначала был такой тушкой, а потом взял и все концептуры перевезут. А мы его такой тушкой изобразили в начале. Он такой минимичный, даже приенчий. Ну, вы заходите, приносите свои уголечки, а мы, наверное, сами, взял все переведут к логику. Боже мой, переводчик похватывается. Надо все на так переводить. Он же, как говорится, оказался под скотином. А все это потому, что он переводчик не составил, не поет от музыкального языкового экзактного актирования героев. Понимаете? А это тоже часть наших курсов, научив людей консировать серебристические точки зрения с конлекта природы. Если мы вам переводчик 50-50 годов, то вы говорите немножко о другом языке, если вы заметили, что даже сейчас более молодые люди говорят на немножко русском языке, на языке отлично. Мы, более задавших, например, говорим о языке, отвечающем от вашего. Вы разговариваете о нашем языке, когда родились иногда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова